Ева, Анастасия и Амалия подающие надежды гимнастки. Здесь сложно выразиться иначе. В свои 9 лет трио покоряет областные и региональные соревнования, показывая выдающиеся результаты. Белое, синее и красное платья. Российский триколор стал по сути визитной карточкой спортсменок. Девочки тренируются в Авантеевской школе номер один. Их профессиональной подготовкой занимается преподаватель по художественной гимнастике Екатерина Андрющенко. Ева, Анастасия и Амалия признаются, что в их трио бывают небольшие ссоры и разногласия. Художественная гимнастика – спорт требовательный и непростой. Упорство и труд здесь обязательные и незаменимые качества. У каждой из спортсменок есть любимые и не очень элементы. Но чтобы выполнить необходимую программу, важно следовать одному из главных условий – быть гибкой. Развить эту способность, признаётся Амалия, было непросто. На выступлениях некоторые из девочек вместо зрителей представляют, что за ними следит только их тренер. Это один из эффективных способов побороть страх перед публикой. Но, например, Ева никакого волнения никогда не испытывала. Возможно, дело в профессиональном подходе спортсменок к выступлениям. Художественная гимнастика, как спорт, заметно помолодел. Например, считается, что в 8 лет начинать заниматься этим спортом уже поздно. Подобной позицией придерживается и главный тренер девочек. На мой взгляд, с 4 лет самый оптимальный возраст. Когда ребёнок уже подрос, он уже понимает, у него уже есть какая-то дисциплина, с ним можно работать. Заканчивают девчонки, ну, разные, смотря про кого говорить. Сборная России и до 30 лет может выступать. Бросать занятия художественной гимнастикой девочки не планируют. Они успешно совмещают учёбу и спорт. Все как одна уверенно утверждают, что хотят стать кандидатами в мастера спорта и начать тренировать других спортсменов. Иван Чинаев, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачёва. Новости Большого округа.